Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 апреля день Евтихия. Назван в честь святого отца Евтихия, архиепископа Константинопольского, мать Евтихия, когда носила его в очреве, почивая на постели, увидела себя окруженная светом. Она ужаснулась и размышляла, что бы это значило. Видение это предуказывало наимевший родиться от нее духовный свет, просветителя многих, оставшихся в отме заблуждения. Сам обладал даром чудотворения и многих исцелил от различных немощей. Для этого мазал святым елеем и молился. По погоде в этот день судили, каким будет урожай яровых овощей, клевера и хлеба. Говорили, если на Евтихии безветренно, то ранние хлеба обильно родятся. К этому времени в садах начинали повсеместно зацветать яблони. Святому Евтихию в этот день часто молились и спрашивали здоровье для родных и близких. И все потому, что он прославился как великий целебник самых различных заболеваний. Например, он помог женщине, у которой постоянно рождались мертвые дети, родить двух здоровых сыновей. И исцелил двух глухонемых юношей. По силам ему была борьба и с душевными болезнями. Приводили сумасшедших людей, и он изгонял из них бесов. Помогал пьяницам и бездомным. Очищал от проказы, избавлял от алкоголизма и других пороков. Обычно к этому времени в садах начинали повсеместно зацветать яблони. А их обычно соотносили с девичьей красотой, невинностью. Часто свадебная песня, в которой присутствовал символ яблони, ассоциировался с невестой. Девушки иногда гадали на суженного, следили за приметами. Многие из них занимались подготовкой приданного. Готовились к свадьбе. Приметы. Если наевтихия безветренна, то ранние хлеба обильно родятся. А еремоветренный колоссия хлебная собьет. Если полетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды, будет засухолетом. Утренний туман предвещал сухую погоду аж до конца месяца. А вот ветренная погода сегодня может сбить колоссия, и урожая богатого не будет. Если ветра сегодня нет, можно ожидать хорошего урожая зерновых культур. 14 лунные сутки. Интернетика лунных суток постоянно возрастает, и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо занимается ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. Питание шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровьица и до новых встреч!